КОНЕЦ У меня еще есть адреса. Есть. Я думаю, какой невероятной власть обладает старые фильмы и спектакли над нашей памяти. Когда сейчас видишь фильм или спектакль, снятый на пленку, который смотрел в детстве, оживают не только герои фильма и спектакля, а оживают родные и близкие люди. И как хочется удержать в памяти все это, не дать исчезнуть. КОНЕЦ 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 Возвращаясь вечер домой, Табун увидел хозяина с гостем, которые нарочно вошли в середину лошадей. Колючий! Пошел! Сегодня в этой квартире живет Нателла Александровна Товсоногова, Алексей Лебедев, сын Евгения Алексеевича и Нателлы Санны, кинорежиссер со своей семьей, и частый гость в этой квартире Александр Товсоногов, театральный режиссер, сын Георгия Александровича, племянник Евгения Алексеевича и племянник и воспитанник Нателлы Александровны. Александр Георгиевич, так фактически твоя мама, это для меня это додо, да? Для меня мама. Как справится Ника, твой младший брат, все три мальчика, которые были под управлением Нателлы Александровны? Под управлением весны. Да. И взрослые два мужчины. Тоже под управлением. Лебедев Товсоногов тоже под управлением. Пять. Да, многовато. Да. Я, вот скажем, только уже, так сказать, повзрослел, мягко говоря, стал понимать эту проблему. Да, я хотел вспомнить случай, который, я не знаю, может это рассказать Нателла Александровна, ты помнишь, когда ночью просыпается Евгений Алексеевич и говорит, додошка, а ты знаешь, что Лешка-то не от тебя? Ну, это надо, во-первых, рассказать, что мама поздно очень ложится. Да. Вообще семья, и она с трудом встает. У нее сон ранний, утренний как раз. Да. И поэтому, когда ее будят рано, то она совершенно ничего не понимает. Неадекватно. Неадекватно, мягко говоря. Поэтому папа воспользовался этим как раз. И когда ее распинал утром и сказал эту фразу, мама почувевшая, говорит, от кого, сволочь, от кого? А так просто разбудил. Тоже, между прочим, изобретение, изопонцентованное. Да. Даже в шутках. Даже в шутках. Я могу так вот сделать, и будет работать у меня только одна вот эта сторона. Вот. И она будет дернуться меня. Сколько угодно. Я могу три часа играть роль. Потому что у меня эта часть парализовалась. И вот могу на другой перейти. Вот так вот. Я вообще... Я вообще... Вот один такой смех. Другой смех. Например, смех... Я не помню, сколько мне было лет. Уже, правда, Нико уже женился. Уехал. Жил самостоятельно. И заболела бабушка в Дгюдисе. И мать уехала к ней. И тут стали происходить совершенно фантастические ситуации в доме. Чтобы для меня было... Никогда не было такой ситуации, чтобы долго не было мамы. А Сандро здесь был? Да. Естественно, Сандро здесь был. Мы все здесь жили, кроме Ники. Уже в этой квартире? А у нас был такой уже заданный распорядок практически изо дня в день. Вечера, вместе, после спектакля все приходят, собираются. Или гости, или мы одни, у нас немало. И обеды как-то всегда вместе. Это уже, так сказать, общий порядок был. И тут мама оставила домработницу и уехала. И вот проходит, наверное, дня... Но приходящая. Приходящая, да, естественно. Но она нас кормила, там, готовила обед. И вот присадил нам в глазах распад семьи. В буквальном смысле. Не ссорившись, ничего. Но все... Это исчезать стали. Просто это паразит. Я, естественно, прихожу там на обед, там, кажется, как в этом лифте существует. Но почему-то никого нет там. Вначале... Но это медленный процесс, но такой очевидный, довольно быстрый, надо сказать. Это дня три-четыре. И уже все. Мы уже... Какие-то тени ходят в квартире. У всех какие-то там... Ну, кто-то с кем-то встречается там, у дяди там свой какой-то роман, у Сандрова, естественно. Тоже какая-то дама так чередуется. Женя глухо запирался. А отец просто почему-то зашторил окна и лежал. Вот так я к нему приходил, он так лежит. Я говорю, пап, так пойдем что-то? Он говорит, нет, не пойдем никуда. И медленно наливался, что нет у мамы. Почему она так долго? Он что-то выкрикивал иногда. И вообще все кончилось с тем, что мы просто не видели. Неделя. Мама долго где-то ее не было. Долго. Мама болела, тяжело. И вот происходит страшный момент, удивительный момент, когда появляется мать, и мы все из своих щелей, значит, стекаются встали на кухню, и все замечательно, жизнь покатилась дальше, как будто, понимаешь, ну, это странный процесс. И вдруг поворот ключа в замке, уже сразу все оживало. Еще дверь открывается, входит ДОДО. Нателла Александровна Тавстоногова. На 11 лет младше своего брата Георгия Александровича. Они друг друга всю жизнь боготворили. Почти 50 лет в замужестве с Евгением Алексеевичем Лебедевым. До золотой свадьбы, которой он так торжественно готовился, не хватило несколько месяцев. Ситуация необычная, и семья, мне кажется, необычная, потому что столько личности, и у меня и Наталья Александровна большая личность, и чтобы вот такие нежные отношения между братом и сестрой, Георгия Александровичем и Наталья Александровна нести через всю жизнь, это редчайшие случаи. Да еще рядом еще один гений с противоположным характером, Евгений Алексеевич. Вот как вы уживались с двумя зрелыми мужчинами с такими разными характерами, с такими гениями, с такими яркими творческими личностями, еще до появления детей? Ну, тому положено начало еще в Тбилиси, когда, во-первых, в 1937 году, когда арестовали отца в какой-то мере, Георгий Александрович мне его заменял, он был значительно старше уже, кончал институт, работал и заменил отца. Другое дело, что войну это было все настолько тяжело и трудно, несмотря на то, что очень много работал и в театре, и в институте, вел курс, все равно было материально очень тяжело войну, но тем не менее он очень старался. Ну, когда он женился и появилось двое детей в очень тяжелое время, сразу после войны, то, конечно, мне приходилось трудно, потому что они развелись и... Дети были с вами? Ну, дай мне досказать, эти были со мной, потому что они развелись, и мать, талантливая актриса, не захотела ими заниматься. Поэтому они были у нас, и мы с мамой ими занимались. А все, что касалось, так сказать, их обеспечения, добычи какой-то еды, это было целиком на мне. Но в молодости это все было, в общем, не так трагично и весело. Когда заболевали, никогда не думала, как в трагическом конце всегда казалось, что все обойдется, и... Все это было довольно весело, и с друзьями мы ходили, что-то заставало им, пока не переехали, и я их по одному не перевезла в Петербург. Я сейчас рассказывал, когда он, не знаю, ухаживал за вами, в тот период начала любви, то он сыграл спектакль, провожал вас в Москву, садился в поезд с вами... До Балакова. До Балакоя, потом пересадался на другую стрелу, чтобы успеть уже дневную репетицию. Да, было, было. И он приезжал при такой маленькой зарплате каждый понедельник в Москву. Даже не понимаю, что он ел, потому что его зарплаты хватало еле-еле на эти билеты. Это был год, который я еще была в Москве, а Георгий Санчий пригласил его на «Из Искры», на роль Сталина. И они были год в Петербурге, а я была в Москве. Из института не могла сразу переехать. А потом вы сейчас заговорили о маленькой зарплате. Я помню, вы рассказывали, когда он уехал зарабатывать деньги на съемку. Вы ждали вот эти деньги, рассчитали, что купить для детей. А он что сделал с ними? А он сделал, я больная была, он вошел в спальню и принес деревянную игрушку. Одна из них еще тут есть. И говорит, вот я купил загорскую игрушку. Я говорю, не очень кстати, но купил, купил. Через минуту он выходит, приносит вторую. Смотрю, Георгий Санчий хохочет. Потом он приносит третью игрушку. Я говорю, подожди, ну сколько можно игрушку? Да брось, встань, одень халат, иди посмотри, там целый чемодан. Оказывается, он скупил все загорские игрушки, которые были в лавке. И не только ничего не привез, но еще и задолжал. Я стала вопить, что он обезумел. Он стал с виноватым видом. А Гога сказал, ну, знаешь, Женя, это уж не так интересно. Ну, ты бы сам, пожалуй, занятнее бы сделал. Напрасно, ты это столько купил, не так уж это интересно. Мне кажется, я был бы, наверное, инженером, мог быть. Мог быть, хирургом бы быть. Да уж я это очень не нравится. И люблю я это. Но я никогда не занимался этим. Ну, художником, может быть, был бы. Да я, наверное, кем-нибудь бы был бы. Наверное. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то так рассказали, чтобы сегодня мы все могли окунуться в ту атмосферу, в которую вы жили, когда были Георгий Александрович и Георгий Алексеевич. Насколько это возможно? Именно вот на этой кухне все происходило. Ну, эта кухня в основном происходила. Обсуждалось все. Все работы, приезжие театры. Тогда все. Читалось очень много нового. Все это мы обсуждали. Разговоры были почти не было бытовых. Всегда были отвлеченные. Много тут было и споров, и интересных разговоров, и интересных людей. Так как репетити начинались в 11, то дом был очень поздний. Сидели мы очень подолгу. Объединяло их, так сказать, стремление максимально больше и лучше сделать то, что они делали. Бывали, конечно, и споры, и конфликты. Люди, они были очень разные. Но главное, их объединяло. Поэтому все остальное было проходящее, а цель была общая. Вы уговаривали Евгений Сеевич, что это сыграть. Вам бы хотел, чтобы он на это сыграл. Он не хотел. Назначал Георгий Александрович, он злился. Нет, вопросы назначения никто никогда не вмешивался. Это определял Георгий Александрович. Ну, я уже это рассказывал вообще не раз, что Евгений Сеевича была тяжелая особенность. В какой-то момент вдруг ему что-то казалось, что это не так, или не его, или не так делается. И он мог бросить в процессе роль. Вот с этим я очень боролась, и это была конфликтная, тяжелая с ним ситуация. Так было с Уи, хотя потом просто они очень полюбили друг друга с Эрвином Аксером, которые прекрасно работали. А где-то на третьей, четвертой репетиции, еще перечитки, он сказал, что это кабаретно, я что-то это не понимаю. Нет, я это не буду делать. И вот тут мне пришлось, мне приходилось вступать. Шеф, это актер, он безоружный. Он говорит, что у него на хлеб нет, не то, что на пистолет. А набрался он вот почему. Когда в Халмане все надзизюкаются, все орут, читай. Вот он начитался. Актер, говорят, хороший, классиканский. Так вот, кое-кто дал мне понять, что мой выговор оставляет желать лучшего. Никуда не денешься, придется произносить разные слова, особенно если сунуться в политику. Хочу взять несколько уроков. Декламация и движение. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Голову откиньте назад. Вот сюда, сюда, сюда. Ногу надо ставить так, чтобы сначала коснуться пола носком. Очень хорошо. Сейчас хорошо, очень хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Голову откиньте назад. Хорошо, хорошо, превосходно. А как Георгий Александрович относился к спектаклю, который вынужден был делать для советской власти? Особенно к юбилейным датам. Ну, слишком много было этого, правда сказать. Большой перебор юбилейных дат. И большой очень. Ему это было тяжело делать. И когда-то отказывался Евгений Алексеевич играть в оптимистической трагедии, потому что он тогда должен был не видеть, как играл Толубеев. Потому что тогда у него получалось, что основная его цель сделать что-то совершенно противоположное. Это очень трудно. И он очень не хотел. И Игорь Александрович спылил и сказал, почему-то вы все хотите себе позволять, хотите или нет. А я, может быть, сейчас тоже хочу ставить закат Бабеля, а не оптимистическую трагедию. Однако же мне приходится и оставлю, а вы... Он обобщил мне это. А вы считаете, что вы хотите, не хотите. А я тоже не хочу. Но раз работаю в театре и вынужден, то делаю. Вы должны накапливать так, чтобы я видел, как вы себя сдерживаете. А идет по верху, по плоскости. Секрет не в фразе, как ее сказать, а как к ней прийти через паузу и от того, как вы слушаете его. Ведь он, вот правильно Евгений Алексеевич говорит, понимаете, что он открывает вам все то, что вы действительно не допускаете даже до мысли, понимаете. А он это говорит прямым текстом. И вы чувствуете, что это так и есть, понимаете. И от этого у вас возникает протест. И на этом идет конфликт. Понимаете? Поэтому вот ваши эти хождения, они сейчас просто пережидание реплик. Да, да, да. А нужно набирать. Я должен про них сказать. Скучают. Да. Губят свою молодость. Да, это в том, как вы молчите. Вот как это вот скучают ходят. Да, вот про это я говорю. Губят свою молодость. Да, вот, 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 вот. 23 мая 1989 года на сцене будет общественный просмотр спектакля «Визит старой дамы» в постановке режиссера Владимира Егоровича Воробьева, недавно покинувшего нас. Георгий Александрович Товсеновов сидел в своей ложе. После окончания спектакля мы зашли с Нателлой Александровной и Лешей Лебедевым в кабинет. Георгий Александрович. Настроение у него было неплохое. Он был доволен премьерой. И мы узнали с Лешей, что он хочет сесть за руль, поехать домой. Это было накануне дня рождения Нателла и Санна Товсеновую. И вот здесь, на повороте на Саваровскую площадь, на красный свет, Георгий Александрович остановился и мгновенно умер за рулем. Нам тяжело. Мы осиротели без Георгия Александровича Товсенового. Кстати, эта машина, на которой последние годы ездил Евгений Алексеевич Лебедев. И Нателла Санна Товсенового мне продала эту машину за символические деньги. Да и шапку мне подарила, которую носил Георгий Александрович последние месяцы. Я как-то сыну похвастался и сказал, мне Лебедев Александрович подарил шапку Георгий Александрович. Мне сын ответил, не по сеньке шапка, но это память. Память о великом человеке. Память о великих людях. Я просто хочу верить, что после моего ухода театр будет жить, продолжать существовать и быть художественным организмом, который отвечает потребностям нашего общества. Память о великих людях. 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 Продолжение следует...